У истоков производства СВЧ-техники стоит компания из города Фрязино. Более 70 лет в подмосковном Наукограде работает завод «Исток». На это научно-производственное предприятие приходится выпуск порядка 30% всех СВЧ-приборов в России. Недавно перед организацией открылись новые горизонты. 31 декабря прошлого года премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в городском округе Фрязино особой экономической зоны. Именно «Исток» должен стать ее центром. Посетив предприятие, перспективы его развития оценили первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям Владимир Кононов и уполномоченный по защите прав предпринимателей Подмосковья Владимир Головнев. Ежегодно выпускают 11 136 типов СВЧ-изделий. В общем количестве в этом году до 2 135 000 штук вышло. Объем инвестиций для развития предприятия должен составить порядка 50 миллиардов рублей. К 2017 году на территории фирмы планируют построить корпуса для производства новых видов высокотехнологичного оборудования, общая площадь которых превысит 150 тысяч гектаров. Количество рабочих мест на предприятии рассчитывают увеличить на 6 тысяч человек. То, что здесь будет особая экономическая зона, это, конечно, мощный механизм дальнейшего развития предприятия, создание новых рабочих мест, привлечение новых инвестиций и отечественных, и зарубежных, расширение партнерской базы и так далее, и так далее. Поэтому строительство жилья для работников. В рамках встречи также обсудили проблемы, которые стоят на пути реализации столь масштабных планов, в том числе законодательного характера. Надо поработать по 275 закону, что требуется поправки в этот закон, для того, чтобы расширить полномочия предприятия. Я сказал, что я готов этим заняться и, скорее всего, будет организовано специальное совещание на эту тему. После посещения предприятия «Исток» выездное совещание также состоялось на другом производстве, которое вот уже почти 25 лет вносит свой вклад в пищевую промышленность региона. Оказалось, всем известный майский чай производят в том же городе Фрязино. Чай в пакетиках и весовой – зеленый, черный и ароматический. Ну и, конечно, кофе. В компанию май поступает сырье из Кении, Цейлона, Индии и Китая. В сутки нашими мощностями мы можем делать до 100 тонн чая и до 10 тонн кофе. На территории порядка пяти гектаров работает более 600 человек. В скором времени май планирует расширять производство, открывать новый цех, выпускающий кофе в капсулах для специальных машин. Насколько это, так сказать, такой хай-тек, насколько это высокие технологии, директор рассказывал, что немцы приезжают учиться тому, как, так сказать, отлажено оборудование, как оно быстро и качественно работает. Хочется сказать такой слоган, простая слава, что самый лучший чай в мире – это наш подмосковный майский чай. Если человек заряжен и целый коллектив заряжен, будет результат. Вот именно вот здесь, на производстве чая, мы увидели фантастическую заряженность, стать одной из самых лучших компаний не только в Российской Федерации, в Московской области, но и в целом, мне кажется, в мире или в каком-то другом пространстве. В целом, участники выездного совещания оценили инвестиционный климат в городе Фрязино очень положительно. Мало в каком городе можно увидеть такой ассортимент производства – от СВЧ-технологий до чайной промышленности.